Ну что, дорогие, послание Хитейсиным читаем, и сейчас мы все еще находимся в первой главе. Скажу вам, что автором этого послания по-прежнему является апостол Павел. Вообще, сколько Павел написал посланий в Новом Завете? 13. Чуть-чуть меньше половины всего Нового Завета он написал. В том числе длиннющие, огромные послания, это римлянам, коринфянам, да? Все читали? Вы знаете, что все апостолы послания, написанные в Новом Завете, были написаны по какой-то причине. Как вы думаете, причины были положительные или отрицательные, как правило? А громче? Давайте так, чтобы мне понять, кто что имеет в виду, давайте поднимем в руки те, кто считает, что причины написания посланий были положительные. Причины. Кто считает, что все-таки проблемы были? Поэтому Павел, Иоанн, Иуда, Петр и Яков написали послания. Да? Отрицательные причины. То есть, фактически, если исходить из того, что нам следует возвращаться в истории, в богословии, в подходах в церковной жизни, в личной жизни, к первому веку, да? Мы же к первому веку возвращаемся в голове своей для того, чтобы понять, что вообще происходило. Читая Божье Слово, в Новом Завете, правда? И кто сейчас жалуется на современную церковь, что типа у нее проблемы? Смотрите, в первую церковь первого века вы увидите, сколько там было проблем. На самом деле проблем было, наверное, не меньше, чем сейчас. В чем причина проблем в любой церкви? Скажите, пожалуйста. Самая главная причина какая в проблеме в церкви? Грех. Неверие. Я вам больше скажу. Причина проблем в церкви – это сам человек. Потому что проблема в самом человеке и в том, как он там в жизни своей думает, что там решает, как он решает простить своего ближнего или решает не простить своего ближнего, как он в своей личной жизни с Богом решает вопрос. Потому что иногда некоторым кажется, что вот я приду в церковь и увижу там более духовных людей, чем я. И когда человек в ожидании увидеть более духовных людей, чем он, приходит, видит там таких же грешников, как сам, начинает удивляться, разочаровываться и думать, где же церковь-то такая замечательная, где можно людей-то уважать за что-то, любить, там, подражать этому человеку. Когда понимаешь, что вся церковь состоит из таких же грешников, как ты сам, плюс, ну, более или менее, кто-то хорошо скрывает свою духовность, у них лучше получается, у кого-то не так хорошо получается, вот на показ все вот эти вот, да, внутренние проблемы. Вот. Ну, и что же делать-то с этим? И, скажите, пожалуйста, можно ли обвинять, например, пасторов в том, что церковь, ну, или есть священнослужители, в том, что церковь такая незавершенная? Ну, наверное, отчасти где-то чего-то там они допускают, какие-то ошибки богословские, наверное, где-то они тоже виноваты, да? Вот. Можно ли обвинять, например, служителей в том, что, а что, где люди-то новые, вы чего новых людей не приводите, где служители новые, где водное крещение по три тысячи человек в день, а где там чудеса, исцеления и тому подобное, можно так говорить? То есть, кого обвинять вообще? Пастор, наверное, может обвинять, ну, пускай на него все шишки давалиться. Так, а в чем тогда проблема, скажите? Ну, давайте обратимся к самому началу вообще, к основоположнику христианской церкви, Иисус Христу. Скажите, пожалуйста, вот у него, в его команде служителей, в его последователях, были совершенно безупречные люди, да? Нет. Как нет? Они же апостолы с большой буквы А. То есть все ошибались. Ошибались, да? Говорите. То есть они были несовершенные люди, да? Вы это хотите сказать? Совершенные. То есть они бывало, что-то там новое узнавали, да, что-то всего не знали, где-то там поправлял их Господь, через кого-то из братьев. Такое бывало, да? Возможно, даже кто-то из апостолов другого прям обличал при всех. Такое бывало? А Петр отрекся? Ну, Петр, ладно, простительно, докса-то еще не имел, да. Можно сказать, ну, вот слабый человек взял, отрекся со страху. Да. Так вот, интересно, что у Иисуса было ближайших, да, людей, которых называли апостолами. Изнадцать человек. Из них один сделался предателем. Причем Иисус узнал и намеренно выбрал одного, о котором знал, что он будет предателем. Так, интересно, что он даже предателю в будущем узнает, что он предателем дал шанс. Интересно, кого Господь выбирает, чтобы дать шанс. Отлично. Потом Петр, да, вышел у казны, отрекся от Иисуса трежды, дал ему Господь шанс потом. Он ведь не дисфицировал его. Я думал о нем. Он сказал, что... Молился о тебе? Нет, он сказал женщину, что я буду ждать, скажите, Петру и апостолам, что я их буду ждать. Это было уже после его отречения. Да, после, да. То есть, мы можем, в принципе, согласиться. Согласиться в том, что даже в ближайшем окружении Христа были несовершенные люди, которые, в общем-то, наверное, по каким-то человеческим требованиям, наверное, не подошли бы на другие какие-то очень требовательные или ответственные дела. То есть, взял Господь, он молился там целую ночь, спустился с горы и выбрал 12 человек из своих учеников. Если бы я был на месте Иисуса, разговаривая с отцом и зная все, что эти люди будут делать дальше, я бы, наверное, еще вторую ночь помолился, прежде чем их выбрать. Но это я, потому что я сомневаюсь. И отец говорит с Иисусом на эту тему, на тему того, кто будет его апостолом, зная прекрасно о том, что они будут делать дальше, и Господь все равно их выбирает. Наверное, не исходя из их каких-то личных или деловых качеств. Какой-то другой критерий у Бога. Он по-другому смотрит, чем мы, правда? Ну, сравнение вот этого противоречия есть в том, что когда пришел пророк Самуил в дом Иисея выбирать будущего царя, да? И первым делом он выбрал, конечно же, по виду самого рослого, видного, старшего сына Иисея, и когда он сказал, вот он, будущий царь Израиля, Господь его поправил, сказав, нет, я этого отверг, и я Бог, я не человек, и я смотрю не на лицо, как ты, а на сердце. Видимо, что-то такое в сердце у каждого из апостолов, из учеников было, что Иисус именно их выбрал, несмотря на все ошибки, несмотря на все заблуждения, какие-то падения в их жизни, да? Слабости и так далее. Уж кого-кого, а вот Савла, идущего по дороге в Дамаск, ну я бы на месте Иисуса, ну никак бы не выбрал жизни. Ну как выбрать врага, который идет с единственной целью преследовать иудеев в Дамаске, которые приняли Христа, оставили веру своих отцов и обратились в какую-то секту. Как его выбирать? Какими глазами смотрит Бог, так что видит пышащего гневом и яростью Савла, который сначала церковь в Иерусалиме разогнал, а потом пошел по всем городам и весям, по всем окраинам, чтобы и там христиан гнать. Интересно, как Бог выбирает. Что Он выбирает часто вопреки тому, что мы видим глазами. Часто мы выбираем своими глазами, своими мыслями не тех, на кого Бог показал. И поэтому мы ошибаемся в том, кого мы можем вставить на служение иногда, кого мы можем назначать кем-то, там и так далее. Ну, да, мы думаем, ну как вы думаете? Мы часто друг друга спрашиваем, а как вот ты думаешь? Ну, наверное, нужно делать скидку на то, что человек тоже, любой может ошибаться, каким бы он духовным ни был, правда? Сейчас смотришь у человека, думаешь, вот такого человека я бы брал пример, а потом слышишь в последствии со временем, что человек вообще от Бога отошел. Кто-то служил Богу рьяно, прямо вот с огнем в сердце, с самых первых дней, а потом смотришь, сейчас человек вообще где-то непонятно потерялся, и от него не смысл ничего. Я думаю, что ну как Бог? Как ты выбираешь? Почему ты меня выбрал? Вы задавали себе вопрос, почему вот Бог Мишу выбрал? Нет, давайте про себя будете говорить. Господи, почему ты меня вот выбрал? Почему я из своих одноклассников, из своих одногруппников, из своих друзей, почему я оказался вот такой особенный, из своей семьи один, оказался особенный, а все остальные вот живут сейчас как хотят. А я ищу чего-то, мне чего-то надо, в Боге чего-то хочу понять. Что со мной не так? Почему я белая ворона, а все остальные вроде как нормальные? Задавали такой вопрос? Почему мне-то больше всех надо? Вот. Поэтому то, что Павел пишет в послании к Ефесской церкви, непосредственное отношение имеет к этим моим вопросам. Потому что первые три главы это богословие. Оно такое прямо, знаете, сочное. Оно прямо такое вот мясистое. Его надо прямо вот, оно вкусное, его прямо вот ешь, и чувствуешь здоровье, сила входит в твой дух, в твое сердце. Ты понимаешь, что вот эти классные вещи, которых нужно прямо подчеркнуть. Кто из вас вот помнит свою первую Библию в жизни? Кто из вас шел в канцелярский магазин покупать маркеры разного цвета, читая Библию? А у кого первая Библия была вся исчеркнута разными цветами? Абсолютно вся. В частности, Новый Завет. Мне одна же друзья, видите, сколько я подчеркиваю. Причем я разработал целую систему маркеров. Треугольнички, квадратики, стрелочки, циферки, кружочки разных цветов. Да, разные кометки. У меня один друг заглянул через причем на Библию и говорит, Миш, зачем отмечать, если ты все отмечаешь? Говорит, ты понимаешь, вот я читаю, прям для меня все. Мне хочется вот этот стих не забыть, целевую еще стих не забыть. Вот я все отмечаю радостью. У меня Библия была, а маркеры, они, к сожалению, бумагу в Библии, они насквозь промокают, да? Я так растаялась, что я на другом получался, что я не хотел закрашивать сам текст. Поэтому нужны были маркеры такие прозрачные, желтенькие такие, розовенькие. Не поймут меня неправильно, братья. Хотелось выделить что-то, чтобы прям вот осталось. А отмечать в Библии было мало, надо было где-то в голове отмечать, чтобы забыть, понимаете? Так хотелось, чтобы прям вот там осталось. Так вот, это вот первые три главы послания к Ефесянам, это такое вот сочное, вкусное прям слово, которое хочется прям вот еще раз, еще раз. И каждый раз, когда мы проходим послание к Ефесянам, я думаю, что мы так быстро прошли? И когда заканчиваем это послание, как и Галат, он в другую книгу, еще раз хочется сначала, еще раз пройти, и еще раз пройти, потому что пока ты доходишь до конца, немножко забываешь то, что было в начале. Такое свойство нашей памяти. Вторая половина этого послания, это то, что Павел говорит о практической жизни нашей. И главная тема этого послания, кто помнит в прошлый раз, какая? Главная тема какая? Призывание. Почему Бог призвал? Помните, два вопроса задал Павел, будущий Павел, ну, там, точнее, Саву, Богу, Иисусу с неба, задал два вопроса. Первый был какой? Кто ты? Господи, чтобы не гнать тебя. Второй вопрос? Что поведешь делать? Замечательно. В жизни каждого из нас должна произойти встреча с Богом сначала, где прозвучит вопрос, кто ты, Господи, вообще, кто ты? Я знаю, что и в Христе люди, многие, кто 10 лет, 15, 20, прожил с Богом, все время к Богу возвращается, кто ты? Потому что познать его полость вообще нереально. И где-то на каком-то повороте жизни, в каких-то обстоятельствах, понимаешь, что где-то Бог вот как-то по-другому себя показал в этой ситуации. И наоборот, еще раз показал себя таким же, как и прежде. И тебя это успокаивает, это тебя утешает, что Бог-то не изменился. Правда, интересно? И ты потом, зная и познавая каждый день своей жизни, кто Бог, не только то, что Он дает, не только то, что Он обещал, не только то, что Он хотел благословить, как благословить тебя, а еще кто Он. Возникает логический второй вопрос. Господь, что ты? побери же мне. Потому что, если ты Господь, то, значит, ты чего-то хочешь. Потому что слово Господь, что означает? Его звание Господь, что означает? Ну, Господин, значит, у Него есть слуги. У Него есть рабы, которые должны, значит, Он чего-то хочет, а тот и должен это исполнить. Правда? Правда? Вот мы называем Иисуса Спаситель и Господь, или Господь Спаситель. Правда? И Писание его много раз называется. И Спасителем и Господом. Скажите, пожалуйста, вот для вас кто? Спаситель или Господь? Сейчас. В чем отличие? Не стесняйтесь, говорите слух. И то, и то. И то, и то. А почему? Вот Спаситель понятно. Когда ты младенец во Христе, ты только вчера вот уверовал, да, пришел ко Христу к вере. Понятно, что Спаситель, и тебе пока многое непонятно, неизвестно в вере, ты только новичок совсем, и ты еще глубин каких-то не понимаешь, не знаешь, ты начинаешь только-только Библию читать. Да? У тебя много вопросов, ты подходишь к пастору, к учителю, к наставнику, к служителям, или ты копаешься в Библии, чтобы понять, ну, что вообще дальше-то, как жить? Потому что многое надо менять, если не сказать, что вообще все. У тебя поменялось сердце отношения, ты развернулся лицом к Богу, и тебе хочется, ну, понять, что дальше делать, как жить. Правда? И в это все это время Господь для тебя пока еще спаситель, потому что ты маленький еще, ты младенец, тебе нельзя поставить сразу на служение, навесить на тебя кучу обязанностей, просто Писание предупреждаешь, ну, не надо новообращенных, да, ставить на служение, полагать их поспешно, потому что они возгордятся. Маленький такой младенец, которому дали сразу много всего, каких-то ответственностей, да, когда человек возгордится, и написано, что подпадет в одно, в одно осуждение с дьяволом, это очень опасная позиция, опасное положение. То есть им надо вырасти. И долгое время во младенчестве, да, у человека, у каждого, Иисус продолжает оставаться спасителем, учителем, наставником, который учит и раскрывает тайны Царства Небесного. Да? Хорошо. Наступает момент, когда Господь говорит, а вот теперь я хочу, чтобы ты кое-что сделал. И не просто в своей жизни что-то изменил, как это было до сих пор. И не что-то ты сделал внутри себя, а сделай еще теперь кое-что для кого-то. И начни это делать постоянно. Я хочу, чтобы это было твоим призванием. Начни с маленьких вещей. Но будь верен в этих малых вещах, и я тебе помогу, дам тебе большее в результате. с этого момента ты становишься по призванию уже под начало вождя войства Господня. И просто спасителем Господь перестает для тебя быть. Ты становишься рабом Божиим. Это происходит по призванию, это происходит с твоего, с твоей воли, с твоего понимания. Это не просто так, что ты вдруг во Христе и с неба голос прилетел. Господь говорит, встань, припаяшь твое чресло, отвечай мне, как муж, вшел в другой город, там хочу видеть тебя, использую тебя как мне угодно, принеси мне много плода. Ты такой, я не готов. Не могу, у меня планы. Господь, я слабый, что делать? Не могу, не готов. Ну, Господь, конечно, на это время и готовность каждого из нас, но к тому моменту, когда Бог тебя призовет, ты будешь готов. Бог не призывает неготовых людей, потому что Он мудрее нас, Он мудрее церкви, Он мудрее епископов, пастырей, учителей. Он призывает человека даже иногда без ведома пастыра и без ведома епископа и наставника, и архиепископа. И потом только церковь видит, что Бог призвал этого человека к служению, и церковь говорит, а давай-ка мы тебя руку положим, представим, и теперь ты будешь служить. И церковь будет знать, что ты призван. Хотите подтверждение с Писанием? Хотите? Каратенько, перед чем мы продолжим читать Ефесину первую главу. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов. И в шестой главе мы читаем о большой проблеме, которая возникла в первой апостольской Иерусалимской церкви. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев. Это шестая глава, Деяния, с первого стиха. У эллинистов ропот на евреев из-за того, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании или в ежедневном раздаянии хлеба. Понять это несложно, потому что в церковь приходило много нуждающихся. Очень много вдов было, и многие семьи осиротели, потому что главы семей, будучи евреями и став христианами, были гонимы. И, как бы, вот эти самые нуждающиеся люди оказались внутри церкви, ожидая, что церковь о них позаботится. И церковь о них заботилась. Но поскольку умножились ученики, умножились нуждающиеся. И среди учеников внутри церкви произошел ропот. У эллинистов, то есть у евреев, но не израильского происхождения, не израильской прописки, а из диаспоры, пришедших из разных других стран, в Иерусалим, оставшихся на постоянное жительство, у них возник ропот на местных евреях. Потому что в ежедневном раздаянии хлеба эти вот эллинисты, евреи неместные, оказались гражданами второго сорта. Первыми хлеб получали местные, а потом, что осталось, разбирали неместные. И вот с этой жалобой они пришли к апостолам. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, печься о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, внимание, изведанных, то есть людей с хорошей репутацией. Как хорошую репутацию заслужить? Что для этого нужно? Нужны две вещи. Говорите. Нужно время. Нужно время, и нужны постоянные какие-то добрые дела. То есть репутация, она заслуживается. Это фактически рекомендация со стороны людей, которые наблюдают за твоей жизнью. Это еще называется в Писании добрым именем. Доброе имя, или доброе свидетельство о тебе со стороны окружающих людей. Что ты верный, что действительно столько-то лет мы тебя знаем, на тебя можно положиться, ты вот человек из таких вот. Это изначально слово изведанный, то есть известный человек. Не просто там откуда-то с левой церкви, не знаю, не с церкви, а из какого-то угла там пришел с рынка человек, он хорошо денег считает, давайте поставим его пастором. И вот в этой связи я хотел бы еще раз напомнить из-за этого вопрос. Скажите, пожалуйста, кто знает здесь поднимите, поднимите, поднимите руку, кто у нас Дима Либерт? Кто он? Ну, говорите вслух, что вы стесняете? Поможный. Поможный. Поможный мой. Отлично. То есть он не какой-то там самовольно поставившийся человек самозвольный, правда? То есть его сюда прислал Владимирская церковь, он с рекомендательным, так скажем, устным или неустным письмом приехал сюда, да, я пастора, этого знаю из его церкви. То есть для вас не сюрприз, что он выходит сюда, делает какие-то объявления, проводит изучение, правда? То есть человек для вас не новый и не чужой, согласны? Да. Денис Афанасьев, который обычно на пианино играет, наш брат, он известный человек для вас или так с улицы пришел. Понятно, что для наработки репутации людей нужно время и нужна верность в том, что человек делает. Согласны? Поэтому для того, чтобы решить проблему с раздаянием хлеба в церкви, Петр и Апостол стоят и говорят, выберите из себя, из своей следы семь человек, которые будут сначала известны всем. Они будут известны всем. Которые дальше, смотрите. Исполненных Святого Духа и мудрости. Еще очень важное качество исполнения А скажите, какое отношение имеет мудрость и Святой Дух к раздаянию хлеба, к гуманитарной помощи? Почему здесь решили апостолы такое вот требование выдвинуть к тем людям, которые захотят, например, столом заниматься или распределять гуманитарную помощь среди нуждающихся? Дух Святой нужен оказывается не просто умение считать и мудрость нужна. Теркви должны быть известны, известны, верны, с хорошей репутацией, исполненные Святого Духа и мудрости. И смотрите, что дальше происходит. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного верой, Духа Святого, Филиппа, Прохора, Никанора и Тимона, и Пармена, Николая, Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и эти апостолы, то есть, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие родословича, число учеников, письма умножилась в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Скажите, пожалуйста, эти вот дьяконы, первые, семь человек внутри церкви, которые отвечали за раздаяние хлебов, они вот, как вам кажется, при хлебах и остались, да, вот они просто были верными, продолжали хлеб, привозить еду, одежду раздавать, или как-то они дальше пошли в служение, как вам кажется? Правильно, следующий, буквально следующий стих говорит о судьбе Стефана, который был из семи дьяконов. Мы также прочитаем дальше чуть-чуть в деяниях, что происходит с Филиппом, который крестил ей овнуха, помните, он убежал из Иерусалимской церкви, но оказался в Самаре, там проповедовал настолько сильно, что вся Самария весь город, там еще и был Симон, волк, волшебник, который всех изумлял, а потом решил за деньги у апостола Петра купить Духа Святого. То есть, мы видим, что изначально люди, которые были поставлены церковью на служение, выбраны, изведанные, исполненные Духом Святого и мудрости, они выросли до проповедников, до свидетелей Иисуса Христа, которым не страшна была смерть, которых использовали, там, церковь использовал разных обстоятельств, Бог ставил на служение, через которое Бог совершал различные чудеса. Кто бы мог подумать, что люди, которые стояли в церкви изначально, раздавая еду каждый день, впоследствии будут по силе практически равны апостолам в своей силе проповеди и чудотворения. но смотрите, какое условие изначально Господь выдвинул каждому из них. Даже если ты раздаешь хлеб в церкви, раздаешь гуманитарную помощь, несешь какое-то материальное служение, для того, чтобы быть официально представленным как служитель церкви, тебе нужно быть известным человеком. То есть, уже до этого момента ты что-то должен был делать. Как тебя иначе это узнать? Понимаете, да? То есть, прежде чем церковь их поставила и апостолы вложили на них руки, они уже занимались служением в церкви? Или нет? То есть, их служение декольское началось не с того момента, как на них возложили руки апостола. Они уже служили в церкви. То есть, не церковь дает разрешение на служение, а Бог призывает. И это становится явным для церкви, и церковь соглашается с выбором Бога, наблюдая за жизнью человека. Поэтому нужна изведомность или репутация. Что церковь признает, что в жизни этого служителя действует вот такое Божье призвание. И мы соглашаемся, возлагаем руки, не поспешно, а наблюдая за этим человеком, и объявляем его служителем церкви. Понятно? И потом, Господь уже этих людей поднимает. Я думаю, что они были, им совершенно было, как говорится, не влом, и дальше раздавать хлеб и гуманитарку и так далее, помогать служить материально. Для них не было проблемой. И для тех, кто призван, никогда не является проблемой прийти раньше, не потому, что назначено или рукоположено, прийти раньше, начать стулья таскать, начать аппаратуру расставлять, начать воду набирать, там, туалет помыть, вынести мусор в конце собрания. То есть, вы чувствуете призвание, независимо от того, видят вас люди или нет, сказали вам спасибо или нет. Вы служите, видя, что есть нужда, вы не будете ждать, пока. Сейчас рукоположенный придет, сейчас он поправит, сейчас он фантик поднимет. Нет, он сейчас тряпочкой воду вы... Тут же есть специально обученные люди из церкви, которые умеют тряпочкой воду вытирать с пола. Ну, к примеру. Или дети бегают, мы, что, у нас служители порядка нет? Ну, ты рядом стоишь, и ты и есть в этот момент служитель порядка. Понаблюдай. Если видишь, что ребенок лезет на перила, там, может упасть, да, ты не зови, не жди, пока там папа придет с мамой. Или пастора позови, чтобы там, ребенка снял с лестницы. Да, вы будете рядом, чувствуете, что вы видите, вы должны смотреть в оба глаза, да, и не думать, что кто-то другой на вашем месте что-то сделает. Вас Бог призывает. И потом, если вы будете верны, посмотрим, возложим в руки, представим, скажем, вот брат, сестра верны, которые могут действительно нести служение. И смотрите, наблюдайте за собой. Так, понятно, да? Про диаконов и так далее. Почему я об этом сказал? Потому что призвание это основная тема послания в Ефесе нам. И сейчас мы начнем не с 11 стиха, а чуть-чуть раньше. с 7 стиха, в первой главе Ефесиана. В 7 стихе написано, в котором, а в 6 написано, в возлюбленном. Возлюбленный из большой буквы это кто? Правильно. Иисус Христос. Это не имя и фамилия, все знают, да? Это имя и его титул, звание. Христос, значит, помазанник, висия, царь. Иисус, то есть, возлюбленный, в котором мы имеем раз, искупление крови его, два, прощение грехов по богатству благодати его, которую он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Скажите, пожалуйста, кто из вас жалуется на недостаток благодати в своей жизни? Кому из вас благодати не хватает? Вы пели песню «Благодать, да? Как много ее для меня». Скажите, пожалуйста, кому из вас, вот честно, честно, положил на сердце, кому из вас благодати Божьей просто слишком много, реально, Я вам потом объясню, что это значит. Для меня благодати очень много. Вы не согласны? А, вы согласны, что для меня много благодати, да? Отлично, спасибо. А для вас? Нормально, да? Хватает или много прям? А теперь давайте я вам объясню, почему много ее. Объясню, почему. Скажите, пожалуйста, вот на этой неделе, к примеру, вы совершали только три греха в день. Или, ладно, три греха в неделю сделали. Нет, ну ты же не знаешь, что мы думаем. Конечно, не знаю, поэтому я и спрошу, если я знаю, я бы не спрошу. Я просто говорю, вот ты вот это сделал, вот ты вот это. Нет, смотрите, я же не пророк и не Дух Святой. Смотрите, кто из вас, допустим, вы сделали всего три греха в течение всей недели. Один грех вы сделали словом, может быть, резко сказали, что там кому-то, да? Может быть, у меня, к примеру, бывает, звонит мне кто-нибудь, например, предлагая какие-то услуги, кредитную карту или услуги банка, или участвовать в игре на бирже, да? Мне не нравятся эти звонки. Кто из вас любит такие звонки? Мне не нравится. И я, когда кладу в заканчивый звонок, да? Это мы, раньше говорили, кладу трубку. Сейчас мне не кладем трубку. Мы просто нажимаем на кнопочку, да? достали! То есть, в этот момент, во мне не святой Дух говорит, наверное, я все-таки думаю, как же они меня... Их все время не вовремя звонят. Хорошо. Праведный гнев. Нет, неправедный, да. А праведный? Человек же работу делает у нас от другого конца телефона. Ладно. В общем, смотрите, словом можем согрешить. Мысли бывало, осудили кого-нибудь, не простили кого-нибудь в течение недели, да? Может быть, делом согрешили, пообещали, что-то сделать или не сделали. Или, другой вариант, была возможность сделать добро, и вы не сделали. Мы прошли мимо. Да? Вот три греха в течение недели. Как вам кажется? Чего мы заслушиваем за эти всего три греха? Или целых три греха в неделю? Смерть за каждый из них. Кто согласен, что за каждый из них полагается смерть? Согласна? А кто из вас больше, чем три раза недели сикрешил? Теперь у меня вопрос, почему я сейчас вообще перед вами стою живой? Потому что на каждую греху снизу благодаря истерию. Потому что благодати очень много. Ее настолько много, что даже тогда, когда я забываю Бога поблагодарить за отвеченную молитву, когда я забываю к Нему прийти и полагаюсь на себя, а Бог все равно меня благословляет. Понимаете? Я потом начинаю, конечно, я начинаю осознавать, что Бог, даже когда я еще не попросил Его, Он уже усмотрел эту нужду, Он уже ответил заранее, Он уже обо всем позаботился. Я выезжаю из дома на машине, говорю, Господь, пожалуйста, пусть будет в аэропорту парковочное место для меня, когда я буду там бесплатное место искать. Пожалуйста, Господь. Кто стал-то с этой проблемой? Кто ездит на машине? Да? Или я, когда подъезжаю уже к этой парковке я начинаю молиться, думаю, Господь, надо было раньше наверное помолиться. Поздно начну молиться, чтобы ты начал как бы готовить. А типа Бог не знал, да? Вот, что я поеду, и мне нужно будет место. И каждый раз я находил место. Вот вопреки всем стоящим машинам, которые уже на дороге стоят, уже старым рядом стоят, всегда находил место. Я говорю, Господь, я не заслуживаю, это маленький сегмент, маленький момент в жизни, но Бог, еще ты в день не наступил, а Бог приготовил тебе там парковочное место уже на этом, в аэропорту. Это, понимаете, да? Это очень много благодати. Бог знает, что мы грешники? Знает? Даже когда Он объявил свою волю, а ты идешь и торгуешься с Богом, и говоришь, нет, вот столько я не готов пожертвовать. Давай, Господь, договоримся. Кому-то удается договориться с Богом. И человек, мы в прошлый раз вспоминали, когда Иисус Петра спрашивает на Галилейском озере трижды, любишь ли ты меня, Симон, сын Ионы, Петр, и мы разбирали с вами греческий язык, что Иисус спрашивает сначала Агапа, потом еще раз Агапа, и потом спрашивает Филео, да, как Господь снисходит к нему, видя неспособность Петра любить независимое, любить несмотря ни на что, любить безусловно, не умеет человек. Не в том, что мы возлюбили Его, а в том, что Он первый возлюбил нас и предал себя из нас. В этом любовь, поэтому мы отвечаем на любовь. И поэтому Бог нам ничего не должен, но Он все уже даровал. Поэтому это и есть много-много благодати. Преизбыточество благодати. И если вы этого еще не понимаете, и вы думаете, что вы там на что-то претендуете, на что-то имеете право, то вы глубоко заблуждаетесь. Хорошенько исследуйте сами себя. Посмотрите в свое сердце, честно в зеркало, да, и скажите самим себе. Вот я само совершенство. Так трудно быть смиренным, когда ты совершен во всем без всякого недостатка. Я настоящая невеста Христова. Посмотрите на мое свадебное платье. На нем ни пятна, ни порога. Я ведь настолько блещу, что на меня без очков солнечных смотреть нельзя. Я ведь свечусь с мятостью Божией. Я уже бессмертен. Кто-нибудь, постирайте мне носки. Шутка-шутка, да? Шутки-шутки. Но на самом деле, если быть честными до конца, то мы все прекрасно знаем, что перед Богом мы заслуживаем не просто каких-то благословений. Нас хорошенько надо всех наказать. Потому что и в молитве, и в чтении слова, и в поддержании порядка внутри семьи, в почитании к родителям, в послушании Божьему Слову в церковной жизни, и вне церкви. Мы видим, сколько мы делаем ошибок. Это мягко сказано. И из-за этого нам не прилетает наказание, как мы заслуживаем. И вот то, что Бог отменяет наказание, называется помилованием, или милостью Божией. А то, что Бог нас еще умудряется благословить вопреки всему, это называется благодать. И ее столько много, что Павел Апостол, когда закончит этот отрывок, мысль скажет, «Испытай сейчас какая бездна вот этого Божьего всего, что у меня не подлежит пониманию Божьей любовью, Христовой любовью». Превосходит понимание. Да? Итак, благодать. Благодатью мы спасены через веру. Она спасает действительно нас. И вот у меня есть один друг детства, который уверовал через меня. И сейчас он впал в очень интересное состояние. Он остался во Христе, он не ушел никуда. Но почему-то у него, в его публикации в соцсетях, все время сквозит одна и та же мысль. Мало поверить в Иисуса, мало отдать Ему жизнь, надо для спасения, еще трудиться над своим сердцем, мало дел добрых, надо еще измениться, надо вот преобразиться. И мне хочется Ему сказать, знаешь, слово преображение в греческом языке – это метаморфоза. Это процесс превращения гусеницы в бабочку. Необратимый процесс. То, что ты был гусеницей, все абсолютно были гусеницами. И она ест все, что попадет на ее пути съедобные. Она все уничтожает на своем пути. Но вот в какой момент, когда она набирает критическую массу, и вдруг по какому-то мановению эта бабочка начинает заворачиваться в кокон, прячется в него, оттуда вылезает совершенно другое существо. Совершенно другое существо, которое уже питается другим. Оно уже не ест листья, как это было раньше. Зелена не истребляет. Оно уже ведет себя как насекомое, любое другое. Питаясь пыльцой, да, вот каким-то... И очень короткая жизнь у этой бабочки. Но этот процесс необратимый, как рождение свыше, обратно стать старым человеком, ты не можешь однажды призвать Христа в свою жизнь. Я это вот не устаю напоминать, что Евангелие состоит в том, что ты не заслуживаешь ничего, кроме смерти. И всеми своими плотскими, душевными попытками в этой жизни, даже будучи христианином, ты не сможешь заслужить ничего из Божьей любви, ничего из Божьих благословений. Ты не можешь заслужить дар. И пытаясь заслужить дар, ты оскорбляешь Иисуса Христа. Потому что это дар. Представьте, что у вас дня рождения, вам ваш дорогой друг принес подарок, или подруга, вы достаете кошелек, начинаете отсчитывать купюры, чтобы отплатить, или купить этот подарок. Да? Друг подруга нормально к этому отнесется? Нет? Обидится, наверное? То же самое с Богом. Даже не пытайтесь отплатить, или заслужить Его любовь. Надо просто принять. И в этом надо пребывать. Потому что даже во Христе 25 лет спустя ты не сделаешься больше спасенным, чем в первый день. Это невозможно. Либо ты спасен на 100%, либо ты не спасен. Не бывает среднего состояния. В прошлый раз я вам сказал очень интересную и важную, и пожалуйста, не забудьте ее, что для того, чтобы стать безгрешным, нужно сначала стать святым. Повторить еще раз? В самых первых стихах Павел обращается к Ефесину, говоря, святым, находящимся в Ефесе. К живым людям, которых жизнь еще не закончилась, и наверняка в их жизни, исходя из этого послания, есть много проблем. Понимаете? Также Павел обращается к римской церкви, к каримской церкви, к галатам. Он обращается к святым людям, которых Бог отделил. И для того, чтобы тебе сделать безгрешным, нужно сначала стать святым. В религии все наоборот. Ты сначала должен прожить безгрешную жизнь, и потом уже после твоей смерти церковь соборно решить, дослуживаешь ли ты звание святого. Понимаете, да? Но это все неправильно. Совсем другой божий порядок. Сначала ты должен быть святым, принадлежать Богу, а потом ты становишься способным на доброе дело. Только тогда, когда ты принадлежишь Богу, ты способен принести Богу плод. Не сначала ты должен принести плод, а потом сделаться святым. Всем понятно? Или нет? Для того, чтобы часы, вот эти вот, на руке. У меня механические, я люблю механические часы. И у меня были часы, которые мне этот папа подарил командирские с гравировкой на день рождения. Я их каждое утро, папа мне сказал, заводи каждое утро. Не перекручивай пружину, не забывай. Я заводил верно каждое утро. И на сутки хватало этого завода. И вот утром просыпаюсь, смотрю, ага, идут. Однажды забыл. И часы остановились. Ну так получилось, что они остановились в 9 утра, а я заметил в 9 вечера. И я посмотрел на часы, точно показывают. Ну да, стоящие часы тоже показывают два раза в сутки точное время. Правда? Ну для того, чтобы они в любое время суток показывали время, нужно, чтобы они либо были заведены, либо были очинены, если они до этого сломались. Но так же с человеческой жизнью. Мы можем время от времени выстреливать добрые дела, будучи нерожденными свыше любви. Да, мы видим много добрых дел вокруг себя. По крайней мере, я вижу. Что люди, будучи не христианами, они делают добрые дела. Проблем нет. Но при этом доброе дело не является образом их жизни. Когда в их сторону прилетает зло, они перестают делать добро. Потому что внутри нет причин у них, чтобы возлюбить врага своего, чтобы благословить проклинающего тебя. У них нет такой мотивации. У нас есть такая заповедь. А во-вторых, есть сила Святого Духа. Два. Чтобы это сделать реальностью. Правда? Вы со мной здесь, да? Слышите, о чем я говорю? Да. Поэтому, когда мы смотрим на свою жизнь, мы понимаем, что без Божьей святости во мне и каждому из нас безгрешная, правильная жизнь невозможна. Сначала надо одеться, облечься во Христа, в Его святость. И тогда Христос во мне сможет творить через мою смертную плоть, через мои недостатки прославляться, творить добрые дела и жить в этом постоянно, без перерыва. Однажды среди нас оказался один человек, который просто присматривался к церкви. И когда мы провели там в лагере целый день, говоря о Христе, играя в игры, идущи на речку, отвечая на вопросы всякие разные, камерзные, да, сидя вокруг костра и так далее и тому подобное. Однажды этот человек позвал меня в сторонку и сказал полушепотом, «Я не понимаю, вот я за вами следил все эти шесть дней, я не понимаю, как вы так можете жить? Я бы давным-давно уже сорвался, что-нибудь сделал гадкое, ну или сказал бы чего-нибудь, но то, что я увидел в течение этих дней внутри вас и среди вас, меня глубоко-глубоко поразило. Потому что это беспрерывное пребывание в любви Божьей, там не без недостатков, не поймите меня, неправильно, да, но тут пребывание в молитве, ты идешь просить прощения, ты идешь помогать, несмотря на то, что ты слабый там или не умеешь что-то, ты учишься, ты стремишься что-то делать. Вот это состояние возможно только в случае, если ты уже святой, если ты уже принадлежишь к Христу, потому что святой на греческом языке, кто знает, что означает «И» на юбилейском языке, отделенный для кого-то, принадлежащий исключительно кому-то, у кого на тебя есть исключительное право пользования. Больше никто другой не имеет права тебя использовать, только Бог. Поняли, в чем святость состоит? Отлично. Читаем дальше. Девятый стих, первой главы Ефесина, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Давайте я сейчас перейду на русский язык для вас. Сложный греческий, сложный синодальный перевод, даже немножко подновленный у меня перевод здесь, но тем не менее он сложный. Что сделал Бог? Сначала Он положил свою добрую волю в Исусе Христе. Раз. Потом Он в этой своей доброй воле открыл нам тайну от Колоссяна, в первую, я мечтаю, что Бог открыл нам тайну закрытую от веков родов. Через церковь. Открывает эту тайну, в чем тайна состоит, кто знает. Бог положил замечательное что-то и сделал это тайну до определенного момента. Ни пророки, ни закон в Ветхом Завете не могли этого увидеть. Были такие, знаете, как паслики, разбросанные по всему Ветхому Завету, которые вдруг, если, знаете, где-то в Казахстане, где-то я видел, очень интересно, или даже в Ташкенте, интересная такая скульптура железная стоит. С любого угла подойдешь, не пойми, что, ахиняя какая-то полная. Какие железяки непонятные. А мне говорят, вот видишь, там отметка железная в асфальте. Я говорю, да, туда встанем, видишь правильно. Я так выйду, туда остановлюсь, Витя Цой, Виктор Цой, его портрет. Встаешь с другой стороны, полная ерунда какая-то. Не получается общая картина. То есть, вот эти пазлики, как компоненты, какие-то слагающие одну и большую картину, в Ветхом Завете они есть, и мы сейчас видим их. Мы можем сложить одну картину. В Ветхом Завете это было тайной и непонятным абсолютно вещью, какой-то дам вам намек. В чем суть этой тайны состояла? Помните, в 10 главе Деяний Петра, Бог, через очень странное видение покрывало с неба, с нечистыми всякими животными. Бог призывает идти в Кесарию, к язычникам необрезанным, и Петр, увидев это вот видение трижды, он спускается к этим людям, он с ними разговаривает и идет вместе с ними в Кесарию, и там входит он, еврей, обрезанный, кошерный человек, никогда не берущий в свой рот ничего нечистого, он входит в дом к язычникам. Интересно. Кто хоть чуть-чуть знаком вообще с ближневосточной культурой, с традициями сегодняшнего, например, Израиля религиозного, там, если ты религиозный человек, а вся остальная часть семьи твоей нерелигиозная, дети с родителями перестают общаться. Ни звонки, ни внуков, никого, даже близко не подходи, потому что я религиозный, а ты не кошерный, ты не чистый. И вот еврею, Петру, Симону, Шимону, подойти, вот вы к этому дому даже на территорию, на порог встать, это уже скверниться. Что происходит дальше? Он заходит внутри дома и проповедует там о Христе, собравшимся там язычникам. Правда? Что происходит во время этой проповеди? Скажите, пожалуйста, Петр этого ожидал, он это запланировал и все мог объяснить, да? И заранее, перед тем, как Петр пришел, о Корнилии его позвал, в городе раздавали листовки к нам, идет Петр, придет Петр, там чудеса, знамения проповед, исхождение Духа Святого, говорение на языках, всех не стрелять, все чудеса будут немеренны, приходите, приходите на ночный час. Так было? Все, что происходило, было неожиданностью для самого Петра. Абсолютно все. Призвание его туда, походило, вхождение в этот дом, он там проповедует Евангелие, что происходит во время проповедии? На языческом сходит Дух Святой, что с нами? И потом они начинают разговаривать языками, как это было в самом начале, день 30-ти, когда церковь родилась, и у Петра внутри начинает ломаться шаблон. Просто полностью распадается его картина религиозного мира, как он его знал до этого момента. Отношения с Богом, Авраама, Исаака, Якова, все начинает рушиться на глазах, потому что это в схему не вписывается. И когда на них сошел Дух Святой, он потом крестил их водным крещением, да? Потом он приходит в Иерусалим, и перед Иерусалимской церковью, он вынужден оправдываться и объясняться, как это, во-первых, необрезанно пошел, во-вторых, он их, необрезанных, еще и крестил водным крещением. А он нам все рассказывает, братья, но Бог показал, и я не мог взять, и не крестить их водным крещением, тогда как Бог сначала Дух Святым крестил, как нас в начале. Кто я такой вообще? То есть, была тайна какая-то, я дал вам большой, жирный намеку. Была тайна, которая была скрыта в течение веков, она разбросана по ветхому завету, да? Как эта картина или скульптура на улице, надо на нее посмотреть с правильного угла, и ты поймешь, в чем эта картина состоит. Правда? В чем составила тайна по его благой воле, которую он положил во Христе до создания мира? Назовите одним словом эту тайну. Мы познали сейчас, а они нет. Одним словом, не шай одним словом, пожалуйста. И спасение. Церковь. Церковь – это тайна, сокрытая от веков и рабов, от всех. Потому что в одном теле, мы будем их все читать, он соединил в себе одном, Христос соединил и далеких, и близких, сделав их одним, новым человеком. И не обрезанных, и обрезанных. И теперь и те, и другие получили одинаковый доступ к Божьей благодати. Не через закон, не через обрезание, не через жертвоприношение, исполнение заповедей. Согласитесь, этого не было видно в Ветхом Завете. И ты смотреть на эти вещи в Ветхом Завете глазами ветхозаветного еврея, члена общества, Господня, из 11-ти колен, завеса, и вот вам Дух Святой на не обрезанных язычников. Это сюрприз за сюрпризом, тайна за тайной, которая открывается, открывается, и удивляются даже апостолы, которые уже некоторое время живут как церковь, имея Духа Святого. Но извините меня, иметь Духа Святого и знать все, и понимать все, это совершенно разная вещь. Даже имея Духа Святого сейчас, кто из вас может сказать, что мы не все знаем. Вас удивляет Бог иногда? Отлично. Поэтому он открыл нам тайну своей воли, по своей доброй воле, которую он прежде положил в нем, устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под головой Христом. В нем мы и сделались наследниками, вы предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Подскажите, пожалуйста, что такое наследник? Народ помоложе. Что такое наследник? Тот, кто чего-то получает. От кого? Нет, нет, просто от старшего. Ну кому-то... Когда в многодетных семьях младшие до нашего за старшего дают вещи для дома, мы шутим, «О, наследник!» То есть ты носишь чужую обувь, которая уже стала мало старшим, да, когда-то донашиваешь, вроде как. Но наследник не это означает. Наследник – это тот, кто что-то получает от кого? От родителей. Или от того человека, который просто тебе чего-то там отписывает в своем завещании. Да? Отлично. Знаете, сколько детективов Гатта Кристи и Конан Дойл написали там про своих персонажей, да? Про Марков, мисс Марков, там, про Желака Холмса и так далее. Что-то про кого? Пуару, конечно же, известно, да? Сколько там было связано историй с дележом наследства и с тем, что там было построено, там подложено поддельное письмо над завещанием было много историй таких, да? И мы понимаем, что и в израильской истории младшему сыну, Давиду, сыну Иисея, младшему сыну, не доставалось бы ничего. Потому что старшие сыновья разобрали бы все и все. И Бог, смотрите, кого убирает. Старшего? Нет. Среднего? Нет. Что называется? Выбирать самого младшего. Скажите, пожалуйста, когда Бог говорит о наследстве? Для того, чтобы наследство вступило в силу, нужно что? Когда завещание вступает в силу? Смерть завещателя. Отлично. Кто оставляет завещание церкви? А оно вступило в силу? Да? Почему оно вступило в силу? Правильно. Потому что он прошел смерть и воскресение из мертвого. Поэтому его завещание уже вступило в силу. Если вам будет нетрудно, для себя запишите домашнее запроги. Первое послание Петра, первая глава. Там Петр говорит о наследстве, которое нас ждет. И об этом наследстве можно говорить совершенно абсолютно отдельно. Это удивительнейшие вещи, которые как раз в исполнении тайны Бог дарует язычникам большей части, которые не заслуживают ничего. Читаем дальше, дочитываем до 14 стиха. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначенных там и по определению совершающего. А когда Бог узнал, что ты сделаешь себе наследником? Еще раз. Когда Бог узнает, что ты будешь наследником? Еще раз. То есть Бог до этого не знал, а потом опа, покаялся, еще один наследничек нарисовался. Пишем завещание. Так? В откровении мы читаем, что есть книга жизни Агнеса, в которую вписаны люди, уверовавшие в него еще до создания мира. Понимаете, как это интересно? По определению предназначено совершающего все по изволению воли своей. Чтобы это послужило к его славе и нам, которые раньше уповали на Христа. В нем и вы, то есть Павел говорит о себе, как о старшем поколении христиан, в нем и вы, более молодое поколение христиан, услышав слово истины, благовестное, то есть Евангелие вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Скажите, пожалуйста, вот раньше, когда скот держали на пастбищах, каким образом одно пастбище, одно стадо, отличалось от другого стада. Как определяли? Клеймо. Как положено вы клеймо? Как оно делалось, печать? Оно выжигалось железом, изготавливалось специальной штукой, нагревалось в огне, то он ожег, оставляющий шрам на теле животного на всю его жизнь. И этот шрам на теле животного свидетельствовал о том, что это животное принадлежит такому-то хозяину. Интересно, что сейчас как бы другие есть методы, бирку в ухо вставляют животным, но дело в том, что ухо можно отрезать и бирку выкинуть. И животное останется в живых, оно не умрет от того, что у него ухо отрезали, да? Правда? Поэтому интересно, что именно на теле делали вот такое. Евреи, каким образом они отличались от всех остальных людей, что Бог положил? Обрезание. Это была печать на теле, которую нельзя убрать никуда, да? И во время Второй мировой войны, когда детей определяли, кто еврейский ребенок, кто нет, чтобы согнать в гетто еврейское, их раздевали, мальчиков, заставляли просто показать, что в трусах, чтобы увидеть, кто еврей, кто нет. Евреев отделяли и сгоняли в гетто, а потом все они заканчивали в концлагере, вот, либо их в одну яму потом сваливали, когда они умирали от голода в концлагерях, либо сжигали их тела. То есть, печатью на теле животного было клеймо, на теле еврея это было обрезание. Здесь Павел говорит, вы запечатлены, это то же самое слово, что и клеймо. На вас стоит печать, и мы видим в седьмой главе Откровения, что Бог ставит печать, анкер из ангела на ста сорока четырех тысячах евреев, а потом ставит печать еще на других людях. Здесь Павел говорит, что на нас стоит печать, но она невидимая для глаза, ее нет на нашей плоти, и не на тельный крест, и не что-то другое является определением или признаком твоей принадлежности к Христу. Что конкретно является, что Бог смотрит на тебя, и видит он на тебе печать, или ее нет там. Есть она или нет? Где она находится? Ну, явно не на теле, правда? На лбу? Начало, Господь будет ставить ангелы, как раз в книге Откровения, на евреев, да? Потому что точно такую же печать, другого характера будет ставить антихрист на людях. Интересно, что здесь Господь говорит через Павла, что мы запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления и делая похвалу, слава его. Где эта печать? Я не могу эту печать показать никому из людей. Тогда мне люди спросят, ну, где печать твое. Душ свою, духа внутри своего, как я обнажу, как я покажу. Скажите, вот, интересная вещь тоже, смотрите, запечатлены в День Спасения, вы были запечатлены. То есть печать, даже сейчас, если находите, например, книжку где-нибудь из себя дома, и вдруг на 11-ой странице, мы видим 7-ой, как правило, видите, штамп библиотеки, понимаете, что вы книжку в библиотеку не вернули, да? Что ли? Эта печать о чем говорит? Чья она собственность? Если вы не вернули библиотеку, вы украли эту книгу. Вы обязаны ее вернуть по закону, так ведь? И если вдруг Центробанк России решит выпустить совершенно другие банкноты, старые банкноты перестанут действовать, иметь какое-то хождение в течение какого-то времени, тогда будет промежуточный период, скажите, пожалуйста, чьей собственность в этот момент будут бумажки в вашем кошельке, когда новые банкноты пойдут в оборот? Банка, которая даже написана билет Банка России, означает, что билет эта, бумажка принадлежит Банку России. Когда к Иисусу подошли и сказали, скажи Иисус, вот нам, евреям, надо ли подавать, подать на храм, это было величайшее искушение в их глазах, они думали, что сейчас мы точно Иисуса поглавили. Потому что если Иисус скажет, нет, нельзя давать подать в храм, тогда римские солдаты, охраняющие храм, скажут, автор, ты цезарю подать, запрещаешь платить налоги, да ты бунтарь, арестовать его. А если бы он сказал, в порядке вещей этим оккупантам и супостатам наши деньги, заработанные кровью и потом отдавать, ну с какой стати? То есть это, вы знаете, искушение было такое беспроигрышное для них. Иисус говорит, а покажите мне, пожалуйста, динарий. Покажите, покажите. Он доставит динарий, вот, чье на нем изображение и надпись? Те, то есть цезаря. То есть получается, что на монетах этого цезарева монетного двора было изображение и надпись цезаря, что служило, это печать, да, монеты делались чеканкой. это чья монета? Кто ее выпустил в оборот? Конечно, цезарь. Иисус говорит, поэтому отдавайте цезарю, цезареву, а здесь в храме Богу Божьему отдавайте. Не надо смешивать эти вещи. Да? И тогда весь народ удивился его ответа, мы уже боялись спрашивать его, о чем ли он? Потому что вот он взял вот так и ответил, так что не придерешься. Они-то думали беспроигрышно они сейчас его подловят на стое. Либо римляне его арестуют за то, что он призывает не платить налоги, либо возьмет тут же собственная толпа евреев, его побьет камнями, потому что он из супостатов поддерживает. А вот раз и не получилось как они хотели. Правда интересно? Поэтому делайте, пожалуйста, выводы, дорогие мои, и та печать Духа Святого, которая в нас, она никакого отношения к этому миру не имеет. Она нематериальная, но Бог ее видит и Он ее поставил. Эта печать говорит о том, что вы принадлежите Ему. Как только эта печать появляется на человеке, это означает, что он Божья собственность. Петр апостол говорит, вы искуплены от сойтной жизни, не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа. Поняли, да? И мы не можем, мы не свои, мы даже сами себе не принадлежим, мы не хозяева своей жизни. Есть ребята, которые в машинах ездят, в основном армяне, ну не только армяне, которые очень любят какие-нибудь красивые фразы наклеивать на свою машину. И там по-английски My life, my rules. моя жизнь, мои правила. И я надеюсь, что эта вещь мне реально смешно становится. Она, во-первых, не твоя жизнь, ты не контролируешь ее, ты не знаешь ни дня, ни часа. И тем более правила ты не устанавливаешь. Надьется тот, кто будет покруче, посереднее тебя, он свои правила тебе набежит. Ты будешь исполнять его правила. Есть законы в этой стране, который ты, если будешь нажать систематически, ты понесешь наказание. Какие твои правила? Умоляю тебя. Да? И поэтому, когда человек такие вещи заявляет, он тем самым показывает, что на нем печати Божьей нет. Услышьте, пожалуйста, и увидите Божьей печати на своей жизни. Потому что выкуплен дорогой ценой от своей жизни, и давайте поступать, стараться поступать, а если сил не хватает, просите о Божьей силе Духа Святого в жизни. Потому что, если вы будете разно-разно систематически показывать, что ваша жизнь ваше правило, все время, это говорить будет о том, что, возможно, печать до сих пор не стоит на вас. Да? Давайте станем молиться.